Здравствуйте! С вами снова Татьяна Бийко и сегодня мы будем рисовать лебедей. Очень простенькая, легкая картина. И первое, что мы делаем, это намечаем наш горизонт, это будет 1,4. И рисуем лебедей. Смотрите, обычная двойка, только наоборот. И вот сразу в конце, вот здесь вот у нас такое как яйцо или овал. И клювик. Не рисуйте клювик коротеньким, где-то чуть меньше, чем вот голова. И в конце он такой расплющенный. Ну и шея, естественно, лебединая шея, мы все знаем, тонкая, длинная. Если нарисовать короткую шею, то просто обычная утка получится. И вот у нас туловище будет слегка длиннее, чем голова, чем шея. Я имею ввиду. Ну и подружку нарисуем. Вот двоечка. То есть чуть длиннее. И овал, вот там вот, в конце, либо в начале двоечки. Похоже немного на голову кобры. Вот она, наверное, либо недовольна чем-то. Ну ничего, она все равно симпатичная у нас в конце получится. Туловище слегка подлиннее, чем шея. И отражение. Это очень деликатная работа. Мы используем кисточку. И в этом случае маскировочную жидкость. Так как нам белое, надо обязательно оставить белое, оставить белым. Вот. Ну и, естественно, отражение зигзагами. Первое это у нас прашен блю. И готовим очень много, так как вся картина, в принципе, все голубое. Прашен блю с добавлением ультрамарин голубой. И так как все это вроде как голубое, то, естественно, какие-то другие оттенки голубого должны присутствовать. Здесь вот будет кобальт блю и прашен блю. Кобальт блю там совсем немного, но все равно. Посмотрите, вот какая разница. Небольшая, но тем не менее есть. Это у нас будет для рипплс, для зипперяб. Увлажняем нашу водичку. И первое это у нас прашен блю. И вот начинаем с переднего плана и наверх. И это градуированная техника нанесения краски. Градуете твошь. И сейчас потемнее. Вот еще немножко желтенького добавила. Либо зеленый можно. Обычно там, где лебеди, там всегда какие-то водоросли, травки. Ну и темные, естественно, на переднем плане. Я использую такую кисть. Это да винчи моб. Очень удобно, потому что по инте, вот в конце вот так вот тоненько совсем, да, можно... Очень много краски сразу можно набрать. И тем не менее можно вот эти рипплс очень тоненько рисовать. И сейчас будем рисовать небо. Не небо, извините. Рисуем вот именно вот эти вот рипплс. Эту зыбь. Используем прашен блю и кобальт. Такие вот зигзаги. То есть вариации опять-таки. Где-то просто строчки, где-то зигзаги. Ну вот сейчас небо. Слегка где-то увлажнили. И немного сиена натуральной добавили. Вот. И потом, значит, ваш синий темный замес. И просто прашен блю. Так как это все ведь будет отражаться в воде. То есть все ваши вот эти синие замесы. Вот туда вот небо. И так как небо здесь не самое важное. Не совсем, можно сказать, не важное. Так что просто слегка. Вот где-то вот добавили голубенького. И достаточно. Вот влажной кистью где-то там присобрали. И салфеточкой тоже немного. И все. Небо готово. Значит, на все 100% уверены, что и краска высохла. И вот только тогда можно снимать. Вот сейчас будем наносить тень. Вот. И используем кобальт и розмадер. Делаем вот такой вот как бы сиреневый. Значит, и естественно немного потемнее. Тоже можно ультрамарин розмадер. Вот. Первое, значит, можно даже увлажнить где-то водичкой. Либо сразу нанести. Но очень тонкие. Сейчас, в принципе, вот начинается где-то лисировка. А вообще это вот точно так же, как я рисовала лунное небо. Вот точно та же самая техника. Это фейдин. Значит, нанесли тонкий слой. И потом начинается влажной кистью. Мы растушевываем. И салфеточкой где-то приглушаем тон. И по мере надобности добавляем. Здесь надо еще отметить, как кисть работает тоже. С левой стороны у лебедя вот крылья как бы немного приподняты. Там, естественно, кисть будет для вот теневой где-то. Значит, по диагонали. Я потом еще это как покажу. А вот эта вот лебедь с правой стороны, она в спокойном состоянии. Там, в общем-то, штрихи такие горизонтальные под этими крылышками. Там под пельями. Больше все по горизонтали. Опять-таки, вот нанесли темного немножко. Растушевка идет. Вот видите, вот так вот по диагонали. Ну и рисуем клювик. Он такой оранжевого цвета. Можно красненький, если вам хочется. Ну, сейчас просто поработаем над головой. Там черненько. В общем, вот это оранжевое и черное. Очень даже плюс глаз. Очень все это вот эффектно смотрится. Ну и темное, естественно, под клювик. Вот так вот, чтобы тень. Оранжевое тоже хорошо на водичке. Вот немножко показать. Ну и вот это наше, то, что было белое тоже. Мы убираем. То есть, здесь у нас Prussian Blue. И сейчас вот белые вот эти вот линии. То есть, Ripples. Сразу это как-то показывает, что это плоскость. Ну, добавляем темного, значит, опять-таки, смотрим. Вот высохло сначала, вот подождали. Все высохло и смотрим. Либо нам темного добавить, либо наоборот снять где-то. Так что с этим будьте очень осторожны. Не надо делать этих лебедей грязными. Они всегда такие действительно очень-очень такие беленькие, чистенькие. Ну, естественно, добавляем в отражение тоже. Вот, это вот темное. Вот я как-то разошлась совсем. Ну, вот пальчиком можно всегда убрать. И, естественно, наши Ripples. Это Zip. На переднем плане вот так вот эти зигзаги. Такие просто они очень огромные, широкие. Но сейчас можно перевернуть планшет, если вам так удобнее. И нарисуем вот эту вот Zip и Даши, значит, идет вот к горизонту. Естественно, не забываем о перспективе. Все они покороче, поуже и совсем такие светленькие. Это у нас прашенный кобальт. Ну, а сейчас нарисуем какую-то там поверхность. Земля где-то там видна. Какие-то не горы, а просто возвышения. Вот, и здесь вот эта вот техника, эта тональность. Как мы можем показать вот как бы гряда вот этих, значит, холмов благодаря вот этой вот тональности у меня в видео. Там, где вот техники, 9 самых важных техник. То есть, это нанесли сначала один слой краски и дали сначала немного, слегка подождали, высохло. И, значит, нанесли второй слой, но уже не на полностью, а вот на какую-то часть. И, тем самым, уже получается как бы гряда этих холмов. Ну, сейчас немного поработаем над лепетями. Там, может быть, где-то надо осветлить. Вот, глазик еще добавили. Ну, вот так вот все легко и просто и быстренько. Вот, и спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравилось. И не бойтесь задавать вопросы. И до скорого. Пока-пока.